я рад вас приветствовать с вами снова александр сегодня вам расскажу обновленной версии коляски самой маленькой в мире коляски от компании good baby pocket плюс так что давайте сегодня с вами и изучим ее сарега а 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 вот коляска good baby pocket плюс теперь угадайте какая из них плюс какая не плюс ну наверное плюс значит лучше больше еще что-то соответственно она справа слева у нас обычная джеби pocket обзор джеби pocket мне на канале есть ссылку добавлю в описании поэтому сегодня я только сравню чтобы ни у кого не было вопросов чем же они друг от друга отличаются поэтому смотрим и разбираемся мы уже прекрасно видим что в сложенном виде плюс чуть чуть больше давайте откроем их поставим рядом и наглядно будем изучать так собственно вот они у нас в готовом рабочем скажем так состоянии и технические характеристики в двух словах напомню с полугода где-то до пяти лет и вес 25 килограмм это максимум на что она способна но поверьте 25 килограмм до нее это просто вообще очень много вот давайте теперь основные отличия дизайн все 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 ткани все везде одинаково все понятно первое что вы уже наверное заметили плюс он больше он шире он имеет возможность наклона спинки здесь нет наклона спинки также обратите внимание козырек если можно так его назвать в плюсе он больше в обычной он меньше но он есть так теперь смотрите про наклон давайте поговорим он достигается путем ременного механизма отпускаем все наклоняем конечно же угол здесь небольшой абсолютно но этого уже достаточно чтобы ребенок мог спокойно себе подремать это конечно не лежанка где он там полноценно спит отдыхает но если ребенок устал поверьте он так прекрасно поспит здесь конечно маловат угол будет вот так висеть ребенок вот но все равно и это и найдется применение модели и этой все равно дети у всех разные у кого-то покрупнее ребенок соответственно лучше тогда взять goodbaby именно плюс покет потому что она вместительнее вообще точные технические характеристики я добавлю в описании сантиметре миллиметр это все это пройдете посмотрите также можете по ссылке пройти посмотреть полноценный обзор этой коляски и почитать изучить вот принципе отличий немного но они очень важные на мой взгляд эта модель интересная но немножечко тесновато если вас ребенок достаточно крупный здесь место будет достаточно она принципе ну полноценная коляска размером с имеется ввиду сиденье вот что это что это проходит ручную кладь в рюкзаке залазь это вообще на мой взгляд чудо коляски для путешественников а теперь и с возможностью немножко отдохнуть ребенку у вас приветствия возможность ребенку дать отдохнуть поспать в коляске поэтому на мой взгляд это нововведение важные интересные и стоит внимание тем более разница в цене тут ну ни о чем на самом деле совсем чуть-чуть ссылки в описании пройдете посмотрите на магазин 1 коляска вот там же соответственно понравится закажите и привезут тот же день насчет качество все здорово все отлично претензии у меня как и тогда не было сделано все хорошо плюс модель не пострадала вот в принципе по отличию все реально стоит внимание обратить это стопроцентно на мой взгляд это уникальная коляска в дороге в путешествие вам стопроцентно будет очень полезной вот ну а вам собственно если это видео было полезно интересно помогло вам понять чем они друг от друга отличаются ставьте лайки не понравилось видео ставьте дизлайки подписывайтесь на канал ну а вам я единственно могу пожелать хорошего правильного грамотного грамотного выбора и заключение спасибо магазина 1 коляска за то что дали их нам на обзор но собственно всем удачи и здоровья до свидания